Управление культуры мэрии Анапы, профильный профсоюз и медики снова объединили усилия, чтобы выполнить важную и нужную миссию – повысить коллективный иммунитет от коронавируса. В городской театр прибыл мобильный прививочный пункт. Там же собрались все, кто первые дозы вакцины получил летом прошлого года. Для нас это очень важно, потому что мы работаем с детьми, со зрителями. Все население, которое приходит на наши мероприятия, конечно, посещает наши учреждения, и наши сотрудники должны быть привиты, должны быть здоровы прежде всего. Несмотря на непогоду, что сегодня идет дождь, работники культуры приходят, ну и, конечно, очень благодарны, потому что в поликлинике везде ходить – это очереди, это не всегда удобно. А сегодня все условия для нас созданы. Пришли, привились и пошли работать. Я прямо на рабочем месте приехала и выполнила свой, во-первых, гражданский долг. Я защитила себя от своего здоровья. На самом деле это очень удобно, очень практично. И пока мы все, конечно, не сделаем вакцину, я думаю, что мы не выйдем из данного положения, из данной ситуации. Мы все очень хотим, чтобы это закончилось. И если от нас вот эта капелька от каждого, да, сейчас что-то решит, то мы, конечно, обязательно должны ее сделать. За время работы мобильного прививочного пункта его бригада побывала во многих трудовых коллективах. Полгода назад медики уже приезжали и в городской театр. На этот раз вернулись для ревакцинации с препаратом «Спутник Лайт». Творческие люди всегда необыкновенные, но дисциплинированные, к своему здоровью относятся ответственно. А что чаще всего спрашивают у вас? Что какие могут быть побочные реакции, в основном вот это спрашивают. Ну и насколько прививка годна. Впрочем, сейчас такие вопросы звучат реже. Во всяком случае, работники культуры хорошо знают, что ревакцинацию нужно проходить через полгода. Побочные эффекты минимальны или вообще отсутствуют, а прививка остается единственным способом уберечься от тяжелой болезни. Я заботюсь не только о своем здоровье, но и здоровье своих близких. В первую очередь я подумала о своей маме и свекрови. Они из группы риска, поэтому я думаю, что лучше перестраховаться и сделать ревакцинацию. Какие-то неприятные ощущения есть после этой прививки, после первых? После этой пока еще никаких ощущений нет. После первых повышение температуры, после первого компонента было. Второй перенесла прекрасно. Мы работаем с детьми, культура всегда среди людей, поэтому я считаю это необходимым. За пару часов ревакцинацию прошли более 30 работников культуры всей Анапы, как городских, так и сельских ДК, библиотек, музыкальных школ и других учреждений отрасли. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион.